всем привет друзья сегодня я нахожусь в кривом рогу вернее в кривом роге сегодня здесь проходит сегодня и завтра выставка и конференция как вы все знаете и не буду затягивать время покажу быстренько саму выставку конференция сейчас у меня там видео снимается тоже смотрите будет в отдельных видео а сейчас этот ролик будет непосредственно только по выставке я пробегусь она небольшая покажу что происходит ну и что-то вам покажу так что оставайтесь с нами приятного вам просмотра друзья продают и вам быстренько покажу кому-то может интересно кому-то нет в днепре уже снимали а кто хозяин вот этого всего дела хозяин владимир расскажите пожалуйста для youtube для пчеловодов про ваш прицеп быстренько сколько он стоит и я вас найти что это за прицеп в этой комплектации стоит 40 тысяч то есть здесь идет труба 60 на 60 на 3 ось цельнотянутой трубы по стали 20 толщина стенки 5 миллиметров за пойдет по стали 35 ступица идет стальная не чугунная рессора идет семилистовая алка и в таком исполнении он грузоподъемность до 4 тонн один вы находитесь как и находимся город кременчуг а вы такой наши полтавские земляки да 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 так же этот прицеп может комплектоваться у такой выездной телегой или я по один вообще вас найти можно ну по контакты где сайты ну вообще может как сайт сейчас в разработке но он практически готов но только не наполнен вот пожалуйста наша визитная карточка дать я понял принципе вы делаете под заказ это были у вас основная ну какая-то своя как бы конструкция ли можно и под заказ делать для каждого пчеловода нужен свой прицеп то есть индивидуальный заказ и не обязательно ему такая грузоподъемность там можно уменьшить саму профильную трубу уменьшить размер и это все входит стоимость то есть его можно сделать и дешевле и дороже то есть каждый пчеловод должен понимать для каких целей он ему нужен это понятно ну по всем вопросам это по телефону лучше с вами да лучше конечно по телефону все я понял спасибо вам за интервью побежал я дальше вот такой прицепчик спасибо спасибо я вам что тут дал и нам иду привет давай не моду вообще надо вы нам иду здесь но все ее знают уже рекламировали лисонь здорово бандит привет бандита он это мои знакомые друзья привет пацаны привет привет дорогой а ну расскажите я знаю вы занимаетесь пакетами вот я покажу визиточку продажей пакеты можете вам быстренько интервью кто вы что вы потому что многие у меня спрашивают про пакеты чем вы занимаетесь я просто лично знаю ну как бы 8 пакет из закарпатья сами запорожской области работаем уже шесть лет в интернете 4 то есть кому надо обращайтесь запорожская область харьков сотрудничаем с ленишевым александром то есть смотрите я просто быстренько не буду чтоб так задерживаться вы возите пакеты под заказ из заказа западной украины карпа непосредственно карпат кудааемся привести до 1 мая то есть вам нужно звонить заказывать любую комплектацию это изначально говорите или четыре рамки расплода у нас идет стандартно то есть комплектация практически не меняется ну четыре рамки расплода только бывает разные этапы ну когда как зависимости от объема и все но основном четыре рамки расплода ну я понял хочет 3 а ящики вот это все и мы даем свои или же человек может их выкупить или просто потом вернуть оплата предоплата по стопроцентной оплате изначально берем 100 гривен залога человека записываем формируем как бы в машину все это комплектуем и потом перед поездкой непосредственно первых числах апреля формируется цена и ну нужно будет оплачивать 100 процентов ну смотрите можно не бояться если я вам проплачу деньги можно не бояться что вы где-то мне реально и все можем то есть адрес расписки на списка если вы в запорожье можем лично встретиться как бы у нас многие знают пчеловоды как бы ну ну уже не даете вы же не только по запорожье запорожье бердянск мариуполь ну то есть привести можно в любой регион только чтобы был объем чтобы был объем любой любая точка украины реально заказ минимальный максимально минимальный заказ можно заказать один но для того чтобы куда-то привести нужно если это по подъем пакет то есть попута мы можем выводить 1 2 а если индивидуально кому-то привести вот мы едем трасса киев-харьков киевчок ну по этой разу идем потом получается харьков-запорожье вот поэтому маршруту без проблем если кому-то индивидуально это надо звонить и заранее договариваться то есть ну чтоб формировался как бы заказ поэтому маршрут а еще такой щепетильный вопрос по поводу там ну вот этих форс-мажорных обстоятельства там болезни там или как вот стараемся что брать берем и проверенных людей тоже сами держим пчелу тоже сдаем мед и соответственно помогаем этим же пчеловодам которые у нас берут пакеты сдать мед ну как говорится стопроцентной гарантии не может так это понятно ну в принципе проблеме особо люди не жалуются не только не нормально есть на улице объявление халецкий александр в интернете то есть открытое лицо открытое фамилия никаких таких вообще адрес все как бы я проблению я понял что-то еще хотите добавить как бы все пускай люди звонят хороших медосборов зоне просто еще хочу добавить люди не ведитесь на вот эти цены дешевые 800 гривен в интернете 900 лучше как бы переплатить 100 200 гривен как бы и ну не надо и ну я не агитирую у нас покупать пусть это будет дороже на 100 гривен это будет сто процентов ваша уверенность что вы получите свой товар как бы ну вот это не проводите деньги если переводите деньги человека должны знать хотя бы ну хоть что-то что-то потому что очень много людей встречают закарпатье которые приезжают туда и плачут что перевели деньги аферистом и ну вот так получается они за счет этого живут и они не каются в принципе все спасибо короче вас можно найти по этим так она не очень алексей и александр телефоны есть но если надо я вам еще покажу визитка у меня есть спасибо братцы вот за интервью под видео контакты оставшись лишь лишь оставлю друзья контакты парней звоните все спасибо пошел и дальше давай удачи так пошли теперь дальше о сережка была там и андрюха бадян молдова привет братцы откуда вы взяли саня привет андрюха интервью быстренько быстренько интервью пусть было там вы вы общаетесь я вас снимаю я вот так вот так андрюха почему вас смет в молдове вот скажи вот всем вот нас тоже упала в этом году цена по каким причинам по каким причинам потому что скидывает наши покупатели мёд вот по каким причинам а какая цена вот на данный момент подсолнух у нас был это полтора евро подсолнух полтора я до полтора евро 80 кто как зависимости от количества мёда и качества и майский нас будут получается сколько три с половиной где-то верно а вас нужны какие-то документы вот или можно сдать мёд без всяких нет очень строго у нас документы сейчас вообще ну это отдельная тема андрюха ты мне дашь интервью сегодня-завтра конечно да все тогда я с вами не прощаюсь булатов сережка ну про рекламируй свой канал соль подписывайтесь на канал ставьте лайки каналу фаброт и вам не было того все не прощаюсь спасибо я пошел покажу их выставку да ну тут у нас тут у нас тут сразу же продают сетку быстренько покажу сетка просечно-вытяжная очень крутая на дно рекомендую саня пасечник уже показывал покажу я все знают производители пошли дальше так тут у нас тут у нас одежда хорошая какая-то не наша фирма украин я так это ваше производство один вот если кто-то хочет приобрести где можно найти это у нас киев это киев а продукция непосредственно одет из пакистана пакистан да и арбейский стенд а где можно вот кто-то захочет приобрести ваш костюм где можно найти непосредственно контакты садись визит когда есть можете презентовать визиточку одежда для пчеловодов вы не против я возьму не даем все спасибо вот такие цены костюма покажу вот такие вот такие вот такие вот такие все пакистан костюмчики красивая на вид в принципе вот еще визитка спасибо большое так ну что пошли дальше тут видеосъемка происходит тут нас стоит где-то высонь тут а регистрация девочкам привет всякие буклетики регистрация высонь тут снова булатов тут ванька филипчук друзья я вам потом сниму видео с ванькой интервью да ванёк дашь мне интервью да 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 все спасибо я пошел тут а тоже разные препараты это есть фирма ясько приветствуем полтавская область серёж серёжа правильно чтоб я не ошибся прорекламирую тебя поэтому по ютубу что у вас можно купить вообще для людям в ростов ну я сам пользуюсь я в принципе тоже знаю что хорошая препарата вообще чем какая у вас продукция есть на сайте есть чпс-ку я везюточку возьму продукции выбор широкий можно по заказу решетки есть это поплылый лисонь лисонь смотровки перчатки 200 гривен плюс другие препараты и препараты да вот то есть тут по препаратам есть все вот это именование так ну чуть-чуть показал пошли дальше кому нужны решетки а какая цена 40 гривен и никот 85 спасибо так пошлите дальше тут у нас я не прибыл видел этого человека бородатого привет который мне на день рождения поздравил конфеткой вот этой вкусной смотрите у человека есть появились силиконовые формы кто-то мне спрашивал можно бегом попросить сколько стоит у такая форма 470 гривен 470 а вот этот силикон он не вреден для это я беру харькове силикона пищевой двухкомпонентной 530 гривен килограмм то есть можно смело делать мисочки можно смело и он используется пищевой промышленности для силикона освещение плохое но тем не менее я покажу вам так что друзья кому нужны силиконовые формы а где вас найти по формам по формам номер телефона и страницы по фейсбуке е-мое я так не покажу быстро ну кому надо друзья я или в комментариях оставлю спасибо все все хорошо так пошли дальше тут тоже тут все все как всегда на всех выставках буковынский бжоляр но мы потом у него интервью возьмем и пошли теперь дальше ну тут непосредственно выставка и сразу же нас тут встречает знаменитый владимир скрипник всем привет привет ребята от скрипника да привет от скрипника что у вас тут при призме с чем вы тут занимаетесь я восьмирамочная рогация это ваше производство это не наши это у нас чуть-чуть излишков есть вы решили леса с хорошим клеем ну по цене производителя я смотрю тут по своему же красивое качество сушь мед извините рамки есть ну а улями вы хотите просто поделиться излишками и какая цена этого уля полного комплекта или как если стрима над ставками гнездо 300 будет весь на клею на саморезах 940 940 делалось в семнадцатом году вот теперь кто ищет кто искал владимира скрипника вот его контакты все спасибо пожалуйста так а тележки этот афелик аллах лифт ваш не то не больно они вас продать вы хотите а калифта матчем давать я возьму давайте я вот так фотка и возьму вашу визит а давайте апеллифт вас продадим сколько вы хотите и почему вы продаете потому что у меня восьмера мощная улья вы все друзья молдаване уже хотят забрать не но вдруг не заберут тогда мы поможем вам продать 8 8 200 колеса со скутера 8 200 кому надо к владимир скрипнику смотри смотрите новые колеса а резину с ними новая скат да 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 я вижу усиленные оси подшипки есть все понял 8 200 продано ваня продать так пошлите спасибо ну тут много друзей много всего вот непосредственно виновник торжества привет виталик организатор виталь я быстренько извините господа буквально минуточку у вас появилась на сайте лесон не продукция лесоня вы стали дистрибьюторами нам удалось договориться с домашем лесоне о том чтобы мы представляли в этом регионе всю продукцию которую выполняет изготавливает компания лесон продаем ее через интернет-магазин и будем продавать оффлайн в обычном магазине и тем чем спасибо лысонь все знают не буду на нем акцентировать внимание спасибо вам за выставку пошли мы дальше давайте удачи приветствую приветствую рад вас то вы купили что вы купили что вы приобрели на пробу разделительную непропетровскую и такой прилетка интересное решение а ну-ка поделитесь с людьми а я тоже такой не видел рису обходе слева а верхние на линии заслуженно вода не будет там все это такое плитки как вам выставка в мероприятие в день нормально нормально понятно завтра надеемся же не приедет приедет спасибо так ну тут продукция высонь 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 все высонь быстренько покажу костюм высонь тут продукция компании парк плюс вот но новая не подставочка для меда в соневская продукция никоты сумочки решетки 85 ну все как обычно только обычно тут непровский пасечник продает медовуку привет привет пашка что у вас можно купить вкусного с медовухи малина супер вообще в эту воду как никогда есть чайная роза есть классическая 4 года выставки это ставленное вино есть такие гражданские бутылочки вас потряхивочка так вопрос я спрошу и ушел вот я захочу купить с полтавы ваши обиду у как вас найти где-то найти вас можно сайт мидор правильный сайт я визиточку вашего вот этот сайт туда заходим и там все смотрим что есть но все спасибо а попробовать дадите конечно все я подойду привет привет молдаване привет коля до саш выставка ну скажем маршнова нормально таримся вы творитесь что вы сделали только этот парк плюс парк плюс понятно первая пчелка в этом году спасибо мы с вами не прощаемся еще встретимся в обруже так тут парк плюс улень парк плюс парк плюс и вот у них есть такой красивый петя сангара с молдовы привет петя привет привет как дела в молдове все хорошо почему так же дешевле или дороже чем у нас стабильно они у нас дороже муга а почему так потому что мы молдаване расскажи честно потому что у вас нету налога может быть это не может а нет у вас надо намет на вы возьмут а у нас нет вот у нас вот нет какая цена сейчас на следующий день 28 30 лей это евро полтора чуть больше полтора евро это подсолнух да а если акацию продать нету его поэтому нету и цены я понял петь спасибо ну ты мне дашь интервью потом где-то в зале все когда они в не это не прощаемся я пошел дальше парк плюс самое красиво то что я видел на этой выставке вот это вещи сделано я не знаю но с любовью москва плюс этаж тендем качество красоты и качества это супер короче тебе понравилось да очень-очень ну парк плюс они молодцы них крутые зелье дорогие но крутые так вот тут пчелки парк плюс бородатые ходят разные люди тут чай кофе смотровой пули мы показывали вам днепре прошлый раз приветствую кто-то тут приветствуется ой сашка привет привет я подойду а вы гравировочку делаете а можно этот для ютуба расскажу мой давай здравствуйте можно интервью вас я знаю мне недавно дарили вашу стамеску а если я хочу друг другу заказать где вас найти это сайт можно зайти посмотреть цены да там заказы а как вы работаете можно вы сейчас делаете еще еще и гравировки процесс пошел дорогое это удовольствие не я имею ввиду заказать стамеску для друга все зависит от вашей фантазии ну а так средняя цена от рисунка от 30 до 100 гривен ага недорого спасибо вот друзья смотрите сайт спасибо все мы пошли дальше привет привет так тут у нас как обычно инвертарь тут совещание молодых людей привет нет так тут инвентарь 12 вольт 12 вольт 12 вольт смотрю api в медгруппу разные решетки 85 а скажите пожалуйста вот если кто-то хочет купить апимаксе где вас найти да ну вот я хочу купить через интернет можно купить конечно можно классочка наши координаты наши сайты это магазин магазин жильяр да магазин жильяр интернет все красивые ну так он уж каждый вечер надо красивые рогатые ули у нас книжка пишет два дня пилок может быть не не можно больше раз просто не так тут одежда тут одежда дали на меду так вот тут натяжители так здравствуйте здравствуйте а что за фирма можете рассказать немножко пенополиуретан это не производственное предприятие пенофлот называется пена пенофлот а вот визитка да можно взять да а какая стоимость вашей улей это же пенополиуретан правильно да вот если я или кто-то захочет заказать улей комплект однокорпусные улей 1050 гривен и много крышка и корпус дата один да я понял магазин дополнительно 250 гривен один это Евгений Решетник это вы да понятно то есть если кому-то надо можно по этим контактам все узнать да пожалуйста спасибо вот такой улей там рамочки рамочки интернет с макмеду ульи ульи 2 из столярных изделий с макмеду ульи 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 ну и медогонки ну тут здравствуйте 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 да сейчас ну тут кооператив павик всем известный привет как у вас дела так классно быстрее хорошее как торговля ну торги не позже я думаю запросе будет так я знаю у вас ножичек появился какой-то новый можно на бегом вот это да да а чем чем он только просто что из-за зубчиков или в чем только из-за зубчика это нас просили повторить нож жара то есть и мы его повторили здесь уже как вы считаете это ну ну реально повторили или это просто зубчики добавили это реально ну как то есть жара он же намного толще намного больше этот намного тоньше и удобнее в работе и легче в руке ну я вижу заточка интересно а если он затупится ну если затупится тогда просто можно или в интернете найти то есть как задача серийторная заточка или в этой плоскости провести как хорошо 250 гривен да да спасибо Юрию Михайловичу привет передадим так хорошо почти дальше покажем тут тут воскотопки воскотопки тут ну все как обычно все как обычно столы распечатки да да так ну и тут пойдем посмотрим чуть-чуть чуть-чуть вот тут Улиин Сашка привет привет всем ну расскажите нам пасечника нет сегодня я за пасечника что у вас хорошего есть что у вас хорошего у нас есть такие замечательные книги ой эти книги они уже на канале Фабро всех достали давай что-то покажем что-то думает они сегодня приходили люди и говорят дайте мне вот такие книги как у Фабро ооо вот это круто не ну сми не реально крутые все из-за тебя все из-за тебя продаются смотри мне подарок ооо Блатов ты опять здесь смотри кто подарил Улискиф есть такой Улискиф классный занимается керамикой я делаю такие вот улики так Блатов не отвлекай нас от интервью Сашка давай не по новинкам по новинкам ну как обычно у вас вот это штучку а что это за это для подсадки маток это феромоника алия мяты то есть убивает запах ну я понял потом хорошо продается фонарик красный все же хотят посмотреть что зимой зимой ну как всегда маркера в тренде гигрометры о Саш вопрос я увидел просто Никат это реально оригинал или китайский то есть если кто-то захочет купить оригинальный Никат ну оригинальный то есть это оригинальный например у Никата решетки вот не оригинал турецкий то есть турецкий турецкий сот он гораздо дешевле ну например Никат 50 стоит там две семьсот пятьдесят я понял а такой же турецкий стоит тысячи но он еще не апробирован так сказать ну уже второй сезон а есть люди которые они турки слезали полностью сейчас покажу полностью сделали копию с Никата набор это турция да да а это не ход все так же подходит я понял возможно купить книжечку на паспорт пасеки да паспорт пасеки таблички таблички да в тренде в этом году да да еще раз расширять да да я понял и скоро приеду черные шпателя а что за черные шпателя черные силиконовые шпателя все спрашивают две штучки в коробочке две штучки а я видел да не пробовал но видел и они стоят уже разномаживаются я понял хорошо спасибо большое удачной торговли да все пока Малыхин ну и снова Гуравийский Виталий с центрентарем привет братцы а ну скажите два слова для ютуба для ютуба для ютуба для зрителей как вам выставка сразу слабоват нормально выставка слабенько да там Ваня обещал что хорошее выставка ну бить хоть не бойте его не хорошо и второй вопрос как у вас зимовка пока не готов сказать то есть не хорошо не плохо еще не смотрю а все я понял пока ну буду надеяться на то что три года у меня зимовка практически 100% потому буду надеяться что это долго не будет а мёс сдали уже нет бочка 150 бочек стоит ой как я вас понимаю я тоже не сдал короче выставка вы не очень довольны а на конференцию ходили завтра завтра вы на матковство хотите понятно есть желание передать привет кому-то так ну привет или рекламки запустили вы занимаетесь продажей чем-нибудь там пакетов нет все рекламка не катит можем эту самую продать вилку для пыльцы вот ладно это вопрос потом обсудим все спасибо за интервью а скажи у вас хуршет вечером будет я не знаю не знаю а как это все в ютубе будет все пока так ну что друзья пошлите на второй этаж я вам быстро покажу вид сверху это я всем привет Иван Фабро ну и вид сверху быстренько вам покажу вот так выставка происходит все все я вам показал выставка небольшая но вот такая ну и в зале находятся сейчас люди и происходит конференция конференция сейчас я вам покажу это что то я не знаю что я я не знаю не знаю Виз выделяю на помешки восков. Какие вопросы до покупца? Покупец не является помешанной инстанцией. Тобто покупец... Ванька, привет еще раз. Привет. Ванька, я уже видел тебя в Днепре. Ты можешь мне дать интервью? Ну давай попробуем. Я видел, в Днепре вы были из Любомир и тут, в Кривом Розе. И у вас уже есть стенд. Да, да. Цего раза у нас два стенды. Да, даже таки. Давай, мы тебе немного расскажем. И заодно, может, рекламируем. Что за стенды? Что ты презентуешь? Я представляю нашу черновецкую областную спілку пасечников. Буковинский бджолян. Сюда нас отправили наші пасечники, наша голова. З тим, чтобы предлагать от нас напрямую для пасечников Кривого Рога и для Східноукраїни в загальному наши бджолопакеты. Хочем напрямую співпрацювати. Наша спілка з пасечниками. То есть вы на данный момент пропонуете свои услуги с бджолопакетами. Если я захочу купить бджолопакеты качественные или не качественные, то бджолопакеты можно с вами співпрацювати по замовленням и так далее. А на счет качества? Давай поговорим про качество. Да, это самая больная тема, которая уже не раз поднималась в Ютубе. И много кто про нее разговаривает. Это вся информация, которая там вставлялась и было в видео. Это все мы показывали в своих сборах нашим пасечникам, старшим людям, кто не знает, кто не умеет пользоваться Ютубом. То это все мы тоже с ними вели про эту беседу. И на рахунок качества пакета. Мы уже от минулого року працювали. То есть мы с этого года планируем тоже працювать по договору. То есть между нашей сплакой и между покупцем. Подается договор. Ну он устный, звичайно. А там все равно все прописано. Какой может быть бжолопакет? Какого числа может быть отгрузка? Какой склад? Какая цена? А там все прописано. И если что-то не совпадает, то мы можем на тот договор поделиться, и показывать, что было не так сделано, а если там была какая-то не та качество этого пакета. Также моя фасека 100 плюс бжолосемей. Я не могу всех забезпечить своими бжолами. Это пакеты. Соответственно, наша сплака берет пакеты у всех наших пасечников в нашей области. Кто у нас в сплаке. И если мы берем пакеты, например, у Ивана, который членом нашей организации, то его пакет подписывается певным кодом, что то его пакет, то есть семья, то есть число. И если его пакет попадает в Кривый Риг, и нам каже пасечник, что, ребята, у меня проблемы с вашим пакетом, то мы, соответственно, сразу же по номерации приходим от этого пасечника до дома. В принципе, вычисляете сразу. Так, вычисляете. То есть это все наша громада, потому что это поведомлено. Ну, по сути, вы берете персональную ответственность за каждый пакет. Да, и вся наша сплака. Ну, это очень хорошо, когда друг за друга. А что по цени, например, на сегодняшний рік? У вас уже установлена какая-то цена? Ну, мы думали, сплаковали с нашими пасечниками. И вот на наших таких брошюрках, так? Есть вот на задней стороне вот такая таблица, где вказано дату и вказана цена. То есть, каждая дата имеет свою цену. Мы хотим, таблица называется «Чесная цена». То есть, если на 25 апреля у нас в Волоку мало пчел, соответственно, и цена может быть больше этого пакета. Если брать 25 апреля, где у нас уже много пчел, уже большая семья, соответственно, и цена так же уменьшается. И вот на эти факторы мы обратили внимание. И мы пробуем переломать этот стереотип, что одна цена может быть постоянно. Мы это хотим переломать. То есть, если у нас больше бджелина семья, может быть и хороший бджолопакет, и так же в Волоку остается нормальная культура бджел, то, наверное, цена так же и меньше. Поэтому мы сделали такую деградацию цены. С каждым днем цена стает меньше и меньше. Ну, это, в принципе, логично и правильное решение. Да, потому что это честно, если мы скажем так. Давай еще раз покажем. Если, например, я хочу купить пакет с 27 или 30 апреля, например. Ну, ось, 30 квитня. Так? Так. 1425 гривен. Так. Если уже 1 травня на 25 гривен и где меньше цена. И с каждым днем на 25 гривен меньше. То есть, мы с этого года пробуем... Это честная цена. Пробуем это дело внедрить, скажем так. Ну, прикольно. Ну, это прикольно. Да. Ну, и, естественно, уже потом в конце фиксована цена 800 гривен. То есть, если я приеду до вас 25 травня, я могу купить пакет за 800 гривен. Так. Ну, это классно. Ну, 800 гривен, я думаю, что она же мала бы оставаться и до вересня месяца. Так. Така фиксована цена. Так. Ну, это понятно. А вот, допустим, есть такой Иван Фабро, который хочет замовить у вас пакеты. Так. На какую количество вы можете брать замовления, отпускать? У нас есть замовления даже на два пакета. А максимально? Максимально. Ну, у нас наша область, наша спилка может обеспечить около 15 тысяч. 15 тысяч. Это тех, кто в нашей спилке. Так. И матки, конечно, прошлого года в пакетах. И по замовлениям заниматься. Вот, если я хочу вас купить, где мне кого-то шукать? Ну, телефонувати або мне, так я заступник, або Любомиру. Або Любомиру. Это непосредственно вот эти номеры телефонов, которые на стенде, правильно? Так. Ну, сейчас про саму логистику, саму доставку. Мы еще думаем, мы создадим вот такой план, чтобы логистика, чтобы мы, если мы будем везти, скажем, в Дніпро, например. А вы это тоже можете организовать? Так, так. Это минулого року за днепровским пасечником мы уже працювали. И им отправляли были две машины на Дніпро. Но есть парни из Привого Гору, из Ринницы, которые интересуются бджолопакетами. То мы сейчас формуем заказ и будем думать так, чтобы машина ехала и отведала там одну область, другую область и третью область. То есть такой бы маршрут по территории Украины. Мы еще над этим працюем. А тара? Такие вопросы, как тара. Ну, тара, если мы привозим, то тара только наша. У нас там есть человек, который занимается тарой, то, конечно, что мы отправляем, то тара только наша. Так и не возвращается назад покупцем. Если покупец приезжает до нас, то нет проблем со своей тарой. Мы отходим на пасеку по предназначенной договоренности, так, чтобы он не бегал с района в район и не шукал до каких-то бджолопакетов. А чтобы это в одном районе, чтобы он мог взять некий бджолопакет. Доброе. Еще такое вопрос. Если выяснилось нездоровый пакет, то что в этом вопросе? Как эту проблему решить? Это решается? Ну, мы над этим работаем. У нас будут сборы 24 числа, лютого. У нас там есть какие-то предложения для наших пасечников. Мы поставим это на голосование, как бы это решено. Но, в первую очередь, это, конечно, какая-то фиксация покупцем. На словах оно так себе. Может быть, какой-то доказ, что, действительно, приехал пакет плохой или еще какая-то проблема. Ну, чтобы не на словах. Так. Да. Если вы хотите работать, пожалуйста, сделай все анализ, чтобы мы были в камне, чтобы тебе пасечка здоровая. Так? То есть документация такая может быть. И она есть. Она так и есть. Также, дополнительно, мы можем сделать, например, на 100 пакетов. Иван Фабро. Так. То есть мы можем сделать, выборково, 10 жолосемей морфометрию. Так. Чтобы до покупки или после покупки, скажем так, безкоштовно мы можем сделать морфометрию. По документации, ну, напевно, все. Если, возможно, что-то забыл. По другому вопросу, по безготюковому, то, что, возможно, у нас есть приватная предприятия, на которую можно перераховывать данные почты. То есть так вот это варіант таки тоже важный. Ну, конечно, мы работаем по переднему договору, то есть по передней передоплате. Если Ваня хочет купить пакеты, то это нужно сейчас сформировать, потому что у нас есть список пасечников наших областных, кто мает желание пакеты продать, так, и поступают заявки. И мы эти заявки распределяем по списку наших пасечников. Так, чтобы, скажем так, вам нужно великое замовление, а нам нужно взять 10 пасечников до куши, чтобы вас обеспечить. Так. То есть это нужно так же заздалегить. Так, понятно. Ну, друзья, ось телефоны. Жилопакеты, Карпатка, Украинская, Степова. Иван, Любомир, телефоны есть все. Телефонуйте. Дякую, Ванька. Приятно было поспілкуватись. Всю, хай вам счастливо. Хороших продаж. Дякую. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok